В Казахстане 8 вечера, а значит в эфире информбюро. С вами Ирина Евгеньева. Как всегда, честно, о важном. Смотрите сегодня. Референдум, финишная прямая. В Центр избиркоме рассказали о подготовке к народному голосованию. Что происходит на местах? Здесь уже установили пять кабинок и урны для голосования. В каких странах граждане не смогут принять в этом процессе участие и почему? Берегись мопеда. Президент подписал закон, ужесточающий ответственность мопедистов. Какие требования теперь предъявляются к ним? Необходимо обратиться в органы внутренних дел, чтобы им присвоили ВИН-коды. И в какие сроки они должны получить права? Артисты большой аферы. Депутат Мажолиса Екатерина Смышляева рассказала о новом виде мошенничества. Как теперь вводят в заблуждение граждан. Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы. И при чем тут почтовые сервисы и интернет-магазины? О чем надо знать? 400 человек искали с собаками. Удалось ли найти пятилетнего мальчика, который потерялся в Карагандинской области? Начали включать у нас музыку, детские песни начали включать. Чем закончилась эта история? Референдум по строительству АЭС состоится уже в это воскресенье. И сегодня в полночь будет объявлен День тишины. Запрещается любая агитация. Это время дается гражданам для принятия решения. Вместе с тем правоохранители уже выявили 24 нарушения законодательства о референдуме. С чем это связано и почему некоторые казахстанцы не смогут принять участие в народном голосовании, расскажет Арман Сарсенбаев. В Центральной избирательной комиссии рассказали, в каком случае предстоящий референдум по АЭС сможет считаться легитимным. Голосование будет состоявшимся, если в нем примут участие свыше половины граждан, числящихся в 12 миллионам списке, имеющих право голоса. В ЦИК также рассказали, можно ли двум казахстанцам одновременно находиться в одной кабинке. Конституционным законом установлено, что каждый голосует лично. Следовательно, массового никакого захода в кабинке подвоя быть на участке референдума не может. Исключение может составлять только такие случаи, когда голосующий сам не может проголосовать. Но это оформляется участковой комиссией референдума. Об уже произошедших нарушениях сообщили в Генеральной прокуратуре. Как заявил заместитель главы надзорного органа, с 1 октября обращения, имеющие отношение к референдуму, рассматриваются немедленно. На сегодняшний день в прокуратуру пришло уже 4 обращения. С начала подготовки к референдуму по строительству АЭС было выявлено 24 нарушения законодательства о референдуме. Все эти факты были связаны с нарушением опросов общественного мнения. На сегодняшний день лица, нарушившие законодательство, уже привлечены к административной ответственности. А всего в день референдума будет функционировать 10 323 участка. В 59 странах отечественный МИД создал участковые комиссии. Однако 128 казахстанцев, находящихся в Израиле, Иране и Ливане, не смогут принять участие, ввиду напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Само голосование пройдет в это воскресенье с 7 часов утра до 8 вечера. Однако на 84 участках он начнется с 6 утра на час раньше. Это коснется воинских частей и некоторых вахтовых поселков. Арман Царсенбаев, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Астана. В регионах и городах идет активная подготовка к референдуму. В северо-казахстанской области будет работать 591 участок. Предусмотрели и потребности людей с ограниченными возможностями. Екатерина Белоусова побывала на одном из участков и готова рассказать подробности. В областном центре творчества детей и юношества сегодня идут занятия, но подготовка к референдуму в разгаре. Здесь уже установили пять кабинок и урны для голосования. Разослали петропавловцам более 1200 приглашений. За подготовку и проведение референдума в северо-казахстанской области отвечают 606 комиссий. Из них 15 территориальные, 591 участковые или 3430 членов комиссии. Предусмотрели и условия для людей с ограниченными возможностями. Вот кабинка для голосования для инвалидов. А здесь подготовили трафареты и лупу для слабовидящих людей. Граждане, которые не могут прийти на избирательный участок по уважительным причинам, таким как к состоянию здоровья, инвалидности или удаленности от участка, могут проголосовать и вне его. Для этого нужно заранее подать заявление в избирательную комиссию по месту проживания. В этот раз у нас на дому пожелали голосовать 8 голосующих. До 12 часов 6 октября, день голосования, мы принимаем заявление на голосование на дому. Обычно у нас голосуют около 12-15 голосующих. В регионе подготовлен 591 участок для голосования. 97 из них в Петропавловске. В списках граждан, имеющих право участвовать в референдуме в Североказахстанской области, более 375 тысяч человек. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, информбюро, Петропавловск. Водители мопедов теперь обязаны иметь водительские права. Транспортные средства должны быть с госномерами и зарегистрированными. Соответствующий закон подписал Касым Жумар Тукаев. Кроме того, появится понятие средней скорости на дорогах и изменятся условия работы операторов техосмотра. Когда закон вступит в силу и за что теперь не будут штрафовать казахстанцев, расскажет Нина Шапо. Мопедистов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Без водительских прав управлять такими транспортными средствами будет запрещено. Закон вступит в силу через полгода. Владельцам мопедов нужно проверить наличие ВИН-кодов. Если их нет, придется получить. За 8 месяцев 2024 года в Казахстане произошло 962 ДТП с участием мопедов. Погибли 48 человек. Чувствуя безнаказанность, за руль двухколесного транспорта садятся даже в нетрезвом состоянии. Накануне в Кустанае полицейские остановили мопедиста под градусом. Внимание патрульных он привлек зигзагообразной ездой. За управление скутером в нетрезвом виде водителю назначен административный арест судом 15 суток, а также он лишен право управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Согласно новому закону, водителям мопедов нужно будет получить права категории А1. На это дают полгода. При этом водителям, имеющим категории А, Б и С категорию А1, будут присваивать автоматически. Кроме закона о мопедах подписаны соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. На дорогах вводится понятие средней скорости. Я предвижу, сколько в судах дел от опытных юристов, когда они будут доказывать, что средняя скорость – это очень такое размытое понятие. И самое главное, что место нарушения трудно определить. Мне кажется, эту норму со временем отменят. Но посмотрим, как она вообще повлияет на безопасность. То есть, станут ли меньше у нас биться. Но есть и приятные поправки для водителей. Теперь, если забыл включить ближний свет, то на первый раз обойдутся предупреждением. В октябре полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в серии «Краш» из авто. Выяснилось, что он отключал сигнализацию с помощью сканирующего устройства. Преступник выбирал для «Краш» именно те машины, в которых владельцы оставляли барсетки, сумки и другие ценные вещи, понадеявшись на сигнализацию. Задержать подозреваемого удалось после кражи крупной суммы – более чем в миллион тенге. Специалисты говорят, чтобы обезопасить транспорт от посягательств, нужно не оставлять ценные вещи в салоне, пользоваться несколькими видами защиты, а также стараться парковать транспорт рядом с камерами видеонаблюдения. Также задержанный признался в совершении еще ряда аналогичных краж, где общий ущерб составил более трех миллионов тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится тут судебное расследование. В департаменте судебной администрации Астаны рассказали, почему бывшей супруге Куандыка Бешимбаева отказали в лишении его родительских прав. В ответе на запрос портала Нуркиезет пояснили, что у родителей нельзя лишить прав по основаниям, которые не предусмотрены кодексом о браке и семье. Родители лишаются родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов, жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляя физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность, злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. В суде сочли, что страна истца не предоставила доказательства того, что осужденный бывший министр национальной экономики не заботился о здоровье, воспитании и материальном бытовом обеспечении детей. Напомню, бывшая супруга Куандыка Бешимбаева, Назымка Харман, хотела лишить его родительских прав и сменить фамилию детям. Женщина заявила, что они подвергаются буллингу из-за резонансного дела об убийстве с алтанатной Укеновой их отцом. Мошенники используют все более изощренные способы обмана, манипулируя доверием и эмоциями. Жертвой эферистов едва не стала депутат мажориса парламента Екатерина Смышляева. Она столкнулась с мошенниками, которые представляются курьерами, а затем сотрудниками безопасности банка. От чего предостерегает мажорисвумен и как действуют подобные схемы, разбиралась Анастасия Новикова. Депутат Екатерина Смышляева рассказала, как столкнулась с новой схемой мошенничества. Аферисты звонят и сообщают, что отправляют посылку курьером и просят продиктовать код из СМС. Если вы называете его, собеседник демонстративно теряет интерес к разговору. По словам мажорисвумен, это делается намеренно, чтобы у вас появились сомнения, не мошенники ли это. После этого на подготовленную почву звонят якобы из службы безопасности банка, чаще всего по WhatsApp. Они заявляют, что обнаружили подозрительные операции по вашим счетам. И мошенники якобы получили доступ к данным из-за того, что вы передали секретный код. Далее предлагают оформить заявление о мошенничестве и при этом просят дополнительные данные. Например, номер карты. На этом, говорит депутат, все не заканчивается. Мошенники могут сообщить о блокировке счета или попросить перевести деньги на безопасный счет. При этом давят на срочность, мол, каждая секунда на счету. Любой, кто пишет или звонит вам в любое, там, с незнакомых номеров, с незнакомых номеров, и что-то от вас хочет передать, переслать, чтобы вы продиктовали с вероятностью 100% это мошенник. Государству сегодня ничего от вас, ни в какой форме онлайн не нужно. В общем, в электронном виде никому ничего передавать нельзя. Срочно продиктуйте мне код из СМС, иначе ваш банковский счет заблокируется и деньги аннулируют. Почему люди продолжают доверять мошенникам, несмотря на предупреждения? Психологи говорят, дело в тонкой игре на наших эмоциях. Мошенники создают иллюзию срочности, обещают золотые горы или пугают проблемами, заставляя нас реагировать на страх или жадность. В такие моменты наше критическое мышление выключается. Мы теряем бдительность и в итоге делаем то, что они нам говорят. О мошенниках предупреждают и сотрудники антикоррупционной службы. Аферисты создают в мессенджерах WhatsApp, Telegram, фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников агентства. Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан. Эксперты напоминают, что на портале egov.kz пользователи могут обезопасить себя, установив запрет на оформление онлайн-кредитов. Эта мера поможет защититься от оформленных без вашего ведома займов. Более миллиона казахстанцев с начала года использовали пенсионные накопления на лечение и покупку жилья. Однако сбережениями из ЕНПФ казахстанцы могут воспользоваться не только лично. Кто еще имеет право найти средства и на каких условиях, расскажет Екатерина Белоусова. Уже четыре года казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления. С начала года порядка 400 тысяч человек смогли поправить здоровье за счет сбережений из ЕНПФ. Приобрели жилье, получили займы или погасили задолженность в отбасы банки почти миллион казахстанцев. Однако в ЕНПФ напоминают, что воспользоваться накопленными средствами можно лишь в нескольких случаях. Воспользоваться могут работающие граждане, которые имеют накопление свыше порога достаточности. Состоящиеся пенсионеры могут воспользоваться 50%, если коэффициент замещения превышает 40%. Также военные пенсионеры по выслуге лет могут воспользоваться 100% пенсионными накоплениями. И переуступка пенсионных накоплений близким родственникам – это родители, братья, сестры, супруги и дети. По словам экономиста Мируерт Махмутова, лишь порядка 7% населения могут воспользоваться этой возможностью. Остальные же просто не имеют достаточного уровня накоплений. Порядка 10% граждан и вовсе имеют сбережения менее 1 миллиона теньке. Однако бояться, что кто-то из родственников может потратить деньги без вашего ведома не стоит, ведь система выстроена прозрачно и является многоуровневой. Еще на стадии, когда вы подаете документы, вы должны показать свидетельство о рождении, что у вас там одинаковое отчество, что у вас одни папа, мама и так далее. Если муж и жена, это свидетельство о браке и так далее. То есть, абы кто воспользоваться вашими пенсионными накоплениями не может, и тем более без вашего ведома это нереально. Всего с начала пенсионной кампании на улучшение жилищных условий или лечения казахстанцы изъяли из своих накоплений порядка 4 триллионов тенге по почти 2 миллионам заявкам. Что касается трат на здоровье, то в основном люди использовали их на стоматологические услуги, порядка 2,5% на офтальмологические. На остальные медицинские направления использовано около 1% пенсионных сбережений. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро, Петропавловск. Сотни тысяч студентов в Аргентине пытаются отстоять свое право на образование. Молодые люди и преподаватели учебных заведений прошли маршем во всех крупных городах страны. Так они протестуют против планов президента Хавьера Милея урезать финансирование университетов. Несколько недель назад Конгресс принял закон, призванный улучшить финансовое положение вузов на фоне более чем 200% инфляции. Однако администрация Милея не пропустила закон, наложив на него вето. При университете Буэнос-Айреса, который входит в топ-100 университетов мира, функционируют 6 средних школ и 5 бесплатных больниц. Однако все они простаивают с тех пор, как Хавьер Милей занял президентский пост. Не лучше дела обстоят и в других вузах страны, говорят протестующие. В апреле администрация Милея уже пыталась лишить вузы финансовой поддержки. Однако тогда протестующим удалось их отстоять. Жители Аргентины не впервые выражают протест против президентской реформы. По мнению граждан, они бьют по самым уязвимым сферам – образованию и здравоохранению. У нас в университете многие преподаватели вообще преподают бесплатно. А те, которые не могут, увольняются. Они отдали этой профессии много лет и теперь уходят. Это позор. Ну а сейчас короткая реклама. Смотрите далее в информбюро. 400 человек искали с собаками. Удалось ли найти пятилетнего мальчика, который потерялся в Караганзинской области? Начали включать у нас музыку, детские песни начали включать. Чем закончилась эта история? Взрывы и спецоперации. 31 канал покажет будни бойцов спецподразделений. О чем еще сериал «12.00». Мой персонаж непосредственно принимал участие в операции «Жусан». Когда можно будет увидеть картину? Школьное перенаселение. Как решается проблема переполненных школ? Сколько ученических мест не хватает? В каких регионах острый дефицит? И может ли быть обучение комфортным? Продолжаем эфир. В селе Петровка Караганзинской области сотни людей разыскивали пропавшего ребенка. Пятилетний мальчик с особенностями в развитии ушел со двора частного дома и бесследно исчез. Поиски продолжались 4 часа. Людей было очень много. Наверное, в пределах хоть 800 человек точно собралось, если не больше. Начали включать у нас музыку. Получается, там детские песни начали включать. Думали, что в поселке может где-то открытница выйдет. Услышали такой маленький плач, писк непонятный был. Дальше начали идти. Услышали опять уже плач. О пропаже мальчика в 8 часов вечера в полицию сообщила 28-летняя мать. По тревоге подняли весь личный состав районной полиции, сотрудников ДЧС и кинологов. На поиски вышли жители трех поселков и сотрудники Акимата. Они прочесали населенный пункт и окрестности. Ближе к полуночи мальчика обнаружили за детским летним лагерем в километре от села. Ребенок был испуганный, мокрый и замерзший. Мальчика осмотрели врачи и вернули матери. Ей потребовалась помощь психолога. Спустя 4 часа поисков пропавшего мальчика обнаружил местный житель совместно с сотрудниками полиции в одном километре от поселка Петровка Бухаржаровского района. Полиция выражает глубокую благодарность всем неравнодушным гражданам, принявшим участие в поисках за оперативную помощь и поддержку. В казахстанских школах не хватает более 260 тысяч ученических мест. Процессом обучения охвачено около 4 миллионов детей. Это почти на полмиллиона больше, чем 4 года назад. Удается ли решить проблему дефицита мест и помогает ли этому госпроект комфортной школы, экспертов выслушала Людмила Батюшкина. На юго-востоке Караганды все школы переполнены, поэтому эта построенная по проекту комфортная школа разгрузила сразу 4 учебных заведения. В школе 6 входов для удобства и безопасности, а для начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки со своими учебными кабинетами, санузлами и спортзалами. Здесь такие классные условия, комфортно, интересно. Мне нравится, что на каждом этаже каворкинг-зоны. Спортивных залов в школе 4. Красивая школа. Стремятся в такие школы и учителя. Ведь во многих населенных пунктах школы переполнены, аварийны, нет канализации или воды. На сегодня в стране не хватает более 260 тысяч ученических мест. Острее всего дефицит в Туркестанской и Алматинской областях, Астане, Алматы и Шимкенте. В рамках национального проекта планируется до конца 2025 года ввести новых 461-1000 ученических мест. Из них уже введены в эксплуатацию 16 школ к 1 сентябрю. До конца года планируется сдать еще 120 школ, а остальные 80 школ, переходящие на 2025 год. Проект «Комфортная школа» начали в прошлом году. Его бюджет превысил 2 триллиона тенге. На каждое ученическое место затратят от 3,6 до 8,3 миллионов тенге. Но критики проекта почти сразу заговорили о коррупционных рисках. Какие-то будут и расследования, я так думаю, потому что в связи с большой коррупцией в стране в целом. И эти школы не обойдет этот процесс однозначно. Но вместе с тем эти школы строятся, они есть, они начинают работать. Вопросы будут возникать, потому что проект очень широкий. Но вместе с тем, конечно, это очень хороший проект. Есть риск еще и в том, что родители будут стремиться отдать детей в новые комфортные школы, и они тоже станут перегруженными, в то время как остальные опустеют. Поэтому в последнем послании президент поручил качественно отремонтировать и старые школы. Всего в комфортных школах разместят 840 тысяч учеников. В три с половиной раза больше нужного сегодня, с учетом, что население растет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Спасателям Шымкента пришлось вызволять двухлетнего малыша из горшка. Ребенок надел его на голову и застрял. Родители помочь не смогли. Пришлось вызывать спасателей. На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью шансовых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Дети из любопытства нередко застревают в узких проемах, надевают на пальцы различные предметы и не могут самостоятельно освободиться. Хотя в большинстве случаев все обходится без серьезных травм, специалисты подчеркивают, что лучше не рисковать и внимательно следить за детьми, чтобы избежать неприятных последствий. Взрывы, спецоперации, боевая техника и многое другое. Уже в эти выходные 31 канал покажет один из самых ожидаемых драматических сериалов под названием «12.00». Он повествует о нелегком труде бойцов в спецподразделении, которые стоят на страже нашего покоя и безопасности. Подробнее расскажет Ануар Мангельзинов. Операция «Жусан» известна многим как миссия по спасению сотен казахстанских граждан в Сирии. Среди вызволенных – женщины и дети. Для воссоздания полной картины авторы подобрали соответствующие локации, реквизит, но и, конечно же, актерский состав. Главную роль исполнил Берик Айджанов. Мой персонаж непосредственно принимал участие в операции «Жусан» по вывозу казахстанцев из Сирии. Я считаю, что такие фильмы и сериалы, они необходимы. Это пропаганда служб безопасности людей, которые жертвуют собой, которые не щадят своих жизней во благо общества. Общество должно знать своих героев, считают авторы сериала. Они хотели показать, на какой большой риск идут те, кто стоит на страже порядка. Активные действия снимались как в пустынной местности, так и в городах. Основной локацией для съемок столицы стал торгово-развлекательный центр «Сарарка». В съемочной команде мы предоставили в их распоряжении весь наш ТРЦ, все наши торговые залы, в том числе наши магазины и бутики тоже предоставили свои помещения. Сейчас недавно у нас открылась новая детская игровая. Также у нас в планах в октябре открыть еще несколько магазинов и пару ресторанов. Первую серию зрители 31-го канала смогут увидеть уже завтра в 11.00. Картина 12.00 будет выходить в каждые выходные. Всего 12 серий. Чемпион Кения Сансет. Черный гранулированный кенийский чай. Вкусный, насыщенный, ароматный. Не содержит красителей. В этом году торговая марка «Чемпион» получила знак качества «Безупречно» от Национальной лиги потребителей Казахстана. Выбирайте только безупречные продукты. Продолжение следует...